Друзья, всем привет! DD Taxi. Водители слишком рано обрадовались. Цена 5,5% может оказаться слишком высокой. Данная статья даст вам понимание, чем на самом деле может обернуться щедрость DD на рынке. Хочу взвесить все за и против. В последние несколько недель мое внимание приковано появившейся на российском рынке компанией DD Mobility Rus, являющейся хоть и самостоятельным юрлицом, но при этом представителем китайского альфа-агрегатора DD Taxi. Информации о данном агрегаторе и о его планируемой деятельности в России практически нет. Если на рынок приходит гигант индустрии, к которой ты причастен, то нельзя сидеть сложа руки и ждать, что все само собой утрясется и устроится. Такого не бывает. А многолетний опыт развития своих проектов в различных сферах бизнеса показал, что кто первый проработает новинку, тот и получает большую часть профита. А зачастую и монополию на рынке в качестве представителя в региональном бизнесе. DD Taxi. Мана небесная или кабала. Я хочу затронуть тему привлекательности нового агрегатора для водителей. Их с каждым днем растущей лояльности к DD и массового желания перейти и начать работать в чем-то новом. Главное, чтобы не в Яше. Все, о чем тут пойдет речь, не есть домыслы автора, а взятые из открытых источников. Форумы таксистов, которые реально работают в DD. Источники самого DD. Информация из открытых источников. Действительно, когда информации мало, а хайпа вокруг темы поднимается много. Не знаю, кому и как. Лично мне становится дико интересно найти как можно больше информации, чтобы построить у себя в голове определенную картину, которая максимально будет приближена к реалиям. В данный момент изо всех щелей и не только интернетовских доносится пока набирающая силу и уверенность радость таксистов. Водители такси. По поводу предстоящего краха всех агрегаторов. Такое ощущение, что все уже в предвкушении момента, когда российские агрегаторы начнут создавать райские условия для работы. Ведь все потянутся в DD, который обещает 5,5% заказов, кучу доплат и бонусов. А так далее и тому подобное. Стоит тем только свистнуть и сказать о своем появлении на рынке, здесь по ходу и реклама как таковая не нужна будет. Проверенное средство в виде сарафана уже отлично работает. Что ж, если все так радужно и круто, то по идее данный агрегатор должен являться просто мечтой для водителя. Минимальный процент доплаты чуть ли не за все. Но именно на этом моменте у каждого думающего человека должно закрасться сомнение. Что-то здесь не так, идеалов не бывает. Все верно. Идеального агрегатора, который мог бы угодить всем не существует, да и думаю существовать не будет. Так как идеалом для водителей будет агрегатор, у которого много заказов и мало комиссии, а это товарищи утопия, которая экономически невозможна. Наверняка вы все знаете о том, что бывает или дешево, или хорошо. DD обещает вычитать всего 5,5% заказа у водителей. Но вполне можно поверить, что с таким процентом компания будет заходить на рынок, что стратегически верно. Получается, что у данного агрегатора низкий процент, если он низкий у нас, то должен быть таким же и там, где компания работает некоторое время. В некоторых источниках удалось найти информацию о том, что в Китае комиссия агрегатора составляет до 45%. 5,5% реальность. Реальность, но есть «но». Агрегатор обещает всем водителям 5,5% вычитать с заказов. Казалось бы круто, что еще нужно. Такой процент у компании действительно есть, но при этом есть одно большое «но». Все тарифы, вычеты с водителей. Нормируются программой DD Advance. Нечто вроде корпоративной политики, ценообразования. До внедрения этой программы DD забирал себе фиксировано 5% с каждого заказа и был счастлив. Но теперь все стало иначе. DD Advance по сути нормирует работу водителя. Сколько заказов он должен выполнить за неделю. Регламентирует процентов отказов от заказа. Сколько процентов заказов водитель должен выполнить. На основании данной программы устанавливается индивидуальная тарифная сетка для водителя. Тут прошу обратить внимание, этот агрегатор устанавливает для каждого водителя свой процент с заказа. На основании данной программы агрегатор премирует, либо штрафует своих водителей. Если прочесть полные условия Advance, то легко понять, что плеть здесь прилетает значительно чаще и в значительно большем объеме, чем поощрение. Кстати, согласно все той же программе Advance, средняя процентная ставка составляет 13%. По программе Advance водитель должен выполнять не менее 30 заказов в неделю, завершать не менее 65% поездок и, внимание, принимать 9 заказов из 10. На основании выполнения данных условий рассчитывается процентная ставка водителя. Снова, внимание, действующие 7 дней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok